С вами Марина. Рада, что вы сегодня все к нам пришли. Давайте тогда проверим звук. Если меня слышно, поставьте плюсики, пожалуйста. Есть плюсики. Замечательно. Отлично. Друзья, давайте так. Уже этот раз мы не будем перезаходить. А вообще на следующий раз... Я, видите, картиночку вам не выслала, и все. И все полетело. То есть большая просьба. Вы, когда заходите в комнату, просто пишите в кавычках своего спонсора. Тогда будет более понятно, кто вы, с какой вы веточки, с какой вы структуры, чтобы я тоже могла обращаться. Так проще будет и нам, и вам. Поэтому сегодня уже как зашли, так зашли. Главное, что зашли, все нормально. А уже на следующий раз, пожалуйста, в скобочках указывайте своего наставника, своего спонсора. Итак, я рада вас приветствовать. Соскучилась уже за вами. Скажу, что я вам говорила, что я должна была ехать за границу, но поездка отменилась, поэтому мы дальше с вами продуктивно работаем. Вот, потому что надо нам общаться, надо нам постоянно встречаться. Тогда будет у вас веселее, скажем так, все получаться и быстрее, да, когда будете обучаться вживую. И смотрите, я начинаю набирать на тренинг людей. У нас уже сейчас появилось много новичков. Вот, есть уже желающие, кто хочет обучаться, кто хочет действительно зарабатывать. Поэтому мы будем делать тренинг через неделю. Ну, я сейчас скажу, с какого числа, сейчас я вам скажу, вот 16-23 марта будет у нас тренинг. Что это такое? Сейчас я вам представлюсь, кто меня еще не знает, кто с нами недавно. Итак, меня зовут Марина Брекало. Как вы видели по моим письмам, вот я ваш вышестоящий золотой директор. В компании я нахожусь полтора года, чуть-чуть больше скажу, что это мой уже стиль жизни, это моя основная работа, это мое развитие, это мой личностный рост, это все мои цели, все, к чему я шла где-то около 7 лет, работая в других проектах. И я все, что я хотела, я нашла в этом проекте. И не только в финансовом плане, но и в моральном, и вообще, да, как просто в человеческом плане, что тоже немаловажно. Вот, на данный момент у меня есть уже две группы, две большие группы директоров, которые уже одна группа там старший директор, вторая группа, скорее всего, что золотой директор. Я не знаю, Маша, может ты знаешь, Инночка открыла золотого или нет. Еще мы ждем наши глобальные отчеты, да, уже через недельку мы будем точно знать. Поэтому скажу так, что в глубине уже вырастила, да, все вместе мы учились, выращивались, вот, уже пять директоров, вот, это всего за полтора года, вот, поэтому, ну, и, конечно, планируется на осень еще больше, потому что моя цель, да, до нового года, что по моей структуре было 50 директоров, то есть это 50 человек, людей, которые зарабатывают доход от, скажем так, по Украине от 5 тысяч гривен, да, это такой самый маленький директорский доход, вот, по России это от 18 тысяч рублей, вот. Поэтому у вас есть хорошая возможность выйти на такие доходы, да, но при таком условии, что мы будем с вами вместе работать в паре, да, рука об руку. Вы со своими спонсорами, со мной, чем больше вы будете меня доставать, да, чем больше вы будете мне писать, звонить, тем быстрее у вас будет ваш успех. То есть самый главный момент, да, это не стесняться, да, и писать по максимуму. Чем быстрее вы разберетесь, тем быстрее вы получите уже хороший результат. Поэтому я всегда открыта, я жду, жду в первую очередь, ну, скажем, желания от вас, да, у нас нет такого, что мы там кого-то уговариваем, за кем-то бегаем, то есть мне интересно работать с теми людьми, кто хочет, а не кого уговаривать, потому что человек, который хочет сам, он намного больше эффективный, у него намного лучше все получится, чем те люди, да, которых надо как-то уговаривать и тому подобное. Поэтому ваша же, ваша, скажем так, наша, моя, моя работа вас обучать, ваша работа обучаться. Как говорится, учитель приходит тогда, когда ученик готов. Поэтому вкратце, да, о себе, я мамочка в декрете, у меня двое детей, два мальчика, вот, и я совмещаю, да, как бы декрет с вот нашей деятельностью в интернете. Скажу сразу, что к этой работе надо отнестись очень серьезно. Это второе высшее образование, по-другому я не могу сказать, потому что здесь вы учитесь и нарабатываете все эти навыки, которые раньше вы не знали. И просто некоторые люди приходят, думают, что здесь на раз-два все по-быстрому, все получится, нет, такого не будет. Если не будет вложена ваша сила, качество, энергия, ваши знания, ваши усилия, стремления, то ничего не будет. Это я вам просто говорю сразу, да, кто, потому что, ну, есть такое мнение, что думаешь, а, приду там в интернет, пришел там, ну, что там, письма надо читать, ну, что там, видео смотреть. То есть, смотрите, за вас никто видео не посмотрит, за вас никто не прочитает. То есть, все действительно зависит от вас и зависит от того, ради чего вы это будете делать, ради какой цели вы это будете делать. Все мы с вами сюда пришли, я думаю, за деньгами в первую очередь. Вот. И, конечно, по пути мы еще знакомимся, у нас появляется много интересных друзей, у нас появляется уже какая-то такая своя жизнь вот в проекте. Но в основном мы все сюда пришли не от хорошей жизни, все сюда пришли за деньгами. И давайте вот так, просто реально, если смотреть на вещи, есть ли в вашем окружении люди, которые зарабатывают, ну, например, да, если по Украине там от 10 тысяч гривен, по России, да, от 25 тысяч рублей, есть ли в вашем окружении такие люди? Ну, вот, может, вы знали там, или начальники какие-то ваши прошлые там, да, или если сейчас работаете, вот, ну, вот люди, которых доход такой, ну, средний, выше среднего, скажем так, доход, менеджеры какие-то, директора, вот есть такие знакомые, да? Да, если так, Таня, я поняла, что есть, да, есть ли прочерк или нет? Ну, есть такие, ну, хорошо, ну, люди, которые зарабатывают там 5 тысяч гривен по Украине, например, там, 15-18 по России рублей, есть такие знакомые? Ну, думаю, что же, ну, должны же быть у кого-то такие знакомые люди. То есть, если вы, есть, да, хорошо, Влада, у Влада есть, вот, смотрите, если вы посмотрите на этих людей, что вы можете о них сказать, да, немножко их, как вы можете их охарактеризовать, они как работают на работу, ходят, когда им вздумается, или они как-то по времени ходят, ходят конкретно, да, отрабатывают какое-то количество часов, да, или дней, да? Как они относятся к своей работе, ответственно или не очень ответственно? То есть, например, начальник сказал что-то сделать, есть, да, вот с гибким графиком у Лены, вот, то есть, ну, например, сказал начальник что-то сделать, а человек думает, ну, хочу, делаю, хочу, не делаю, да, но такого, наверное, нет. То есть, я к чему веду? Если мы возьмем, например, любого директора школы, допустим, да, это, в принципе, люди, у которых начальника какого-то, вот, люди, у которых такой доход выше среднего, это люди всегда с максимальной ответственностью относятся к своей работе, то есть, там, больше, ну, как, больше переживаешь за свое место, потому что ты знаешь, что тебя завтра могут уволить, поэтому вот эта стопроцентная ответственность, она в первую очередь идет из-за страха увольнения, это в первую очередь, и что потом, да, работы уже не найдешь, второй, третий и так дальше, вот. Что еще? Эти люди максимально ответственные, например, та же директор школы, да, где дети, где полностью идет такая ответственность за детей, что нам такая ответственность и не снилась, вот, вот, то есть, люди, которые ходят, которые работают, ну, например, вот у меня, у мужа, да, вот зарплата выше среднего, он пашет, ну, по 16 часов, я его вижу буквально в сутки, там, 3 часа, наверное, и то, это вечером, ну, вечером час, а так, ну, ночью только, да, ну, скажем так, и не вижу, спим вместе, вот, поэтому обычно, если доход такой уже более-менее приличный, это люди, которые или на 2-х, на 3-х работах работают, то есть, они постоянно, то есть, нету, да, такого, что там, ну, не хотел, не сделал, поспал, там, что-то еще, вот, и тому подобное, то есть, я к чему веду, что наш доход, наша работа, вот именно, да, выход на директора, это такая же работа, это ничем не проще, да, вот здесь в одном, в чем проще, что вы сами себе начальник, это вот в одном проще, что здесь никто никого не заставляет, никто никого не унижает, вот, но есть, скажем, такая сторона в минус, когда сам себе начальник, обычно люди, когда начинают расти, у которых начинает все получаться, это когда вы сами начинаете себя контролировать, вот, когда вы уже научились контролировать себя, да, дисциплинировать себя, тогда вы сможете уже повести за собой команду, за собой группу повести, то есть, к чему я это веду, вначале вы лидер сам для себя, то есть, вначале вы полностью ответственность несете только за себя, то есть, прочитали вы письмо или не прочитали письмо, посмотрели вы видео или не посмотрели вы видео, это все идет ответственность на вас, да, то есть, я этого не могу проверить, вот, ну, и мне не надо, то есть, как бы, моя задача и ваша дальше задача, как наставников, давать информацию, то есть, у нас полностью информационный бизнес, то есть, я даю информацию, Человек – это право выбора, я уважаю абсолютно каждое право выбора. Хочет человек смотреть, будет, не будет, как ему захочется. Поэтому вы большие молодцы, что вы, во-первых, сегодня пришли на этот вебинар. Это уже говорит о вашей ответственности, о том, что вам все-таки это интересно, вы хотите в этом разобраться и научиться чего-то. Поэтому это первое, первое, вы молодцы. Второе, учимся, во-первых, брать ответственность на себя. Как только вы сможете дисциплинировать себя, у вас сразу начнется рост, это закономерность. Поэтому и человек-директор – это в первую очередь ответственный человек, это человек, который умеет что-то организовать сначала свою работу, потом сможет организовать работу команды. Вначале вам необходимо научиться организовать свою работу, я вам в этом буду помогать, и потом работу вашей команды, опять же, я вам буду это помогать. То есть пока вы не выйдете на уровень директора, мы все работаем вместе. То есть пока вы не заработаете свои первые деньги, я вас от себя никуда не отпускаю. То есть вы постоянно со мной, все ваши люди, все ваши новички, пока вы обучаетесь, мы работаем все вместе. Это большой плюс именно в нашем проекте и в нашей компании. То есть вы полностью как бы под крылышком вышестоящего директора, пока вы не научитесь быть самостоятельными, пока вы не станете как бы на ножки. Вот, но видите, вот такую картиночку я вам взяла. То есть вот эти этапы, это все вот эти этапы проходят каждый, поверьте, с опытом человек, без опыта. Когда что-то меняется, вот даже я уже, да, как бы золотой директор, но всегда вот эти этапы, периодически они есть. То есть бывает, что мы работаем одними методами, потом надо вот этот метод уже плохо работать, мы начинаем переходить на другой метод. И тоже вначале, поверьте, как и у новичков, так же и у старичков, точно такие же ощущения. То есть сначала кажется, все сложно, я не буду это делать. Потом смотришь, смотришь, я не могу это сделать, не умею, не получится. То есть вот такой страх, да, вот такой аврал, вот. Вот, но как сильный человек отличается от слабого, да, что он может вот эти все свои, вот эти все ступеньки перешагивать, да, вот эти все свои сомнения, да, убирать назад. И эти все сомнения, страхи, они у вас будут отходить назад, если вы будете знать, ради чего это делать. Это первое. И второе, если это смогли повторить уже тысячи людей, чем я хуже, почему я не смогу это сделать, да. Первое, почему я не смогу это сделать, если этого я не сделаю, что изменится в моей жизни? Ничего. Вот, поэтому каждую ступеньку мы вот так, скрипя зубами, перешагиваем, вот, и потом выходим, уже я хочу это сделать. То есть у вас появляется желание, вы уже набрались информации, опять же, да, необходимо обучение, это у нас номер один в начале. Вот вы набрались информации, вы начинаете действовать, только в процессе, только в действиях вы начнете разбираться, что получается, что не получается, где какой-то вопрос, только в действиях. Если даже просто вы смотрите видео, и вы не повторяете, что там говорится, вы все равно ничего не поймете. То есть только когда вы начинаете повторять все у себя на компьютере, все у вас, тогда уже многое на 80% у вас получается, на процентов 10-20 вам помогают спонсоры, наставники, да. Но основную часть делаете все-таки вы, потому что, я же говорю, если это смогли сделать тысячи человек, почему не сделаете вы? Дальше, как мне это сделать? Я попытаюсь, да, то есть уже мы начинаем двигаться дальше, а потом я могу это сделать. Когда вы уже что-то сделали, вы уже радуетесь, вот кто делал блоги, вот поделитесь своими эмоциями, да, как было в начале, когда вы к этому видео подступались, и когда вы уже сделали хоть что-то, когда вы еще там буквально там полгода, год, вы вообще, да, в этом компьютере тогда, ну, чайник такой конкретный, а потом вы уже начинаете делать сайты, блоги, вы начинаете создавать странички, все, и вы потом думаете, ну, как же, как же там, ничего там сложного в принципе не было, да, я это сделаю, и это же совсем не сложно, это совсем просто. Вот поэтому вот эти все ступенечки, не думайте, что это только у вас так, это у каждого человека абсолютно, потому что мы, к сожалению, рост, да, личностный рост у человека, он проходит через дискомфорт, через какую-то боль, ну, просто так вот, ну, ничего в жизни не дается. Вспомните, когда ребенок начинает ходить, он сначала падает, набивает шишки, вот, но он все равно, он же не перестает ходить, он все равно хочет научиться ходить, чтобы потом бегать, чтобы потом лазить уже по столам там, да, и тому подобное. Вот, поэтому, вот точно так же в нашем бизнесе, вот эти все первые шаги, они самые сложные, вот, но мы вам поможем их пройти вместе, только, да, хотим от вас вашу обратную связь, чтобы мы понимали, что вы хотите, да, то есть, ну, я спонсор и ваши, вот, и тому подобное. Вот, поэтому идем дальше. У нас есть вот такая табличка, я вам сегодня ее вышлю, это такая мотивационная табличка, к чему мы с вами идем, то есть, за что нам компания платит деньги. Компания платит деньги за товарооборот, который мы организовываем. Ну, давайте я еще вот такой простой очень метод постараюсь вам объяснить, вот, например, вы на таком, на традиционном бизнесе, да, вот у каждого знакомых у вас есть какой-то где-то супермаркет или магазин, ну, это все-таки больше как на супермарке, да, вот такой вам пример будет. Вот директорский товарооборот, директорская структура, это вот такой супермаркет, то есть, в этом супермаркете, вот как в обычном, в любом другом супермаркете, приходят люди, кто-то берет, там, один хлеб покупает, кто-то берет оптово покупает, да, ну, больше продукции закупает, вот, и, то есть, когда строится супермаркет, директор, да, или там, совет директоров, они придумывают разные варианты, как сделать так, чтобы больше людей приходило в этот супермаркет, это называется маркетинг, маркетинг – это продвижение товаров и услуг на рынок, вот, поэтому делается разная реклама, делается разный, там, вход, ну, всякие акции, скидки и тому подобное, чтобы именно в этот супермаркет больше людей ходило. Ну, у нас вот такие, тоже в Одессе есть такие супермаркеты, вот туда, как еще бывает, часто пускают бесплатные автобусы, чтобы людей мотивировать, да, вот, чтобы им было интересно, чтобы им было комфортно туда добираться, у кого машин нету, вот, и тому подобное. Поэтому, вот, наша с вами задача, в первую очередь, это построить вот такой свой супермаркет. Чем больше вот таких супермаркетов вы создадите, вот, товароборот в этом супермаркете, тем больше у вас будет доход. То есть, вот, директорская группа – это вот такой супермаркет. Потом он функционирует самостоятельно. Вначале вы вот строите все по чуть-чуть, по кирпичику, по фундаменту, по кирпичику, дальше крышу, все, потом, когда у вас готовый уже товароборот директорский, да, то есть, этот магазин, грубо говоря, да, делает вот этот товароборот, вот, дальше этот супермаркет уже функционирует самостоятельно. Вот у меня, получается, таких два, это в первой линии уже самостоятельных супермаркета, да, с которых я получаю свой, как бы, пассивный доход, свои проценты. Вот, и у моих девочек еще есть уже, у одной два, у одной еще один супермаркет, да, я в кавычках, чтобы вам было так проще понять. То есть, откуда этот товароборот берется? То есть, как в любой супермаркет, люди приходят, да, за какими-то продуктами, которые им нужны лично. Люди не приходят в супермаркет, чтобы взять там и продать, да. Люди приходят в супермаркет, мне надо хлеб, молоко, я пошла, купила себе хлеб, молоко. Вот точно так же у нас строится товароборот на личном потреблении. То есть, мы строим, мы приглашаем людей в нашу команду, мы им предлагаем, вот, пожалуйста, во-первых, мы всех зовем на работу, да, на бизнес. Мы не предлагаем вам торговать, там, продавать и тому подобное. То есть, ну, мы, у нас одно условие, чтобы быть в нашем проекте, чтобы, как бы, получить доступ к вот этому бизнесу, да, это личное потребление. То есть, когда нам надо шампунь, там, помада, тушь и тому подобное, мы идем в наш интернет-магазин Арифлайм и заказываем себе продукцию, да, для личного потребления. Все. Поначалу вы заказываете на то количество, на что вам надо для семьи. Посмотрели, что там закончилась, зубная паста, там, шампунь, взяли. Потом уже с уровня 18, где-то 22%, там идет немножко больше по товарообороту личному, да, чтобы вы получали полностью весь свой доход. Но поверьте, на том уже уровне у вас будет такой доход, где вы сможете спокойно просто покупать для себя все, что вашему сердцу хочется, да, и не экономить на себе, на семье и тому подобное. Я вам скажу, что я вот тоже сделала заказ, сделала заказ на 200 баллов, вот. И, ну, причем я взяла, у меня просто все закончилось. И тоналка закончилась, и тушь, и помады, и блески. Ну, все. Вот я просто села, я смотрю, наверное, 200 баллов уже набрала, а мне еще мало. То есть я только взяла одну шампунь. Я обычно люблю, чтобы у меня хотя бы был какой-то запас шампуня, потому что сейчас у меня мой шампунь уже закончился. Я мужа шампунем голову помыла. Вот. То есть оно вроде кажется, что, знаете, что же там покупать. Взяла себе красивую сумку, взяла к сумке кошелек. То есть я сейчас вот так, если беру, то мне нравится брать уже в комплекте, чтобы это было красиво, чтобы не было, как я раньше носила, только, знаю, там, одна черная сумка, да, потому что черная сумка под все подойдет, а на лето одна светлая сумка. Сейчас уже набираю уже эти сумки, ну, как любая, наверное, девушка, женщина, все-таки хочется какого-то разнообразия, какой-то где-то шарфи, какой-то где-то платочек себе лишний, вот. То есть уже вот с уровня 18-22% я уже себе ни в чем не отказывала. То есть для своей семьи, то есть у меня там была одна клиентка, вот она периодически что-то заказывает, вот, еще с прошлых компаний, вот. Но сейчас я даже, честно говоря, не хочу тратить время там по этим клиентам развезти вот эти заказы, вот. Мне достаточно того, что я себе просто набираю, я смотрю, что на следующий каталог мне надо то-то-то-то-то. Вот, поэтому это уже все со временем, это потом, да, когда вы дадете к доходу, то есть мы сюда бы пришли в первую очередь зарабатывать. Никто с вас не будет требовать никаких там безусловных заказов и тому подобное. Вот, но личное потребление раз в каталог, если вы настроены работать, необходимо делать. Вот, почему? Потому что с этого личного товароборота состоит полностью весь товароборот вашей структуры. Если вы будете стараться, да, у вас будет включен энергия изобилия, а не энергия дефицита, потому что если мы говорим себе в голове, что, ой, не могу я эту зубную пасту за 12 гривен заказать, ну не могу, дорого мне, пойду я лучше в магазин. Вы тогда идете, выручаете бизнес магазина там или базара. Если вы заказываете у себя, да, в интернет-магазине в Арифлайм, вы выручаете свой бизнес. Поэтому это очень такой важный момент, потому что есть люди, что вот, ну не хватает. То есть, если вы постоянно себе в голове проговариваете, что у вас не хватает, то тогда это энергия дефицита. И чем больше вы будете вот это все в себе программировать, тем будет очень сложно развить нормальный бизнес и получать хорошие доходы. То есть, надо всегда с позиции смотреть, что мне миллионером, что мне миллионерше, вот это там заказ на 100 гривен. Ну что мне миллионерше, заказ на 100 гривен. Я вам скажу, это вот такая аффирмация, мы с мужем ее прорабатывали очень давно, когда мы еще взяли кредит на квартиру, мы когда брали кредит на квартиру, мы взяли 42 тысячи долларов. Я когда вот сейчас сама вот это думаю, так мне самой страшно, понимаете, вот тоже же риск, все в долларах было. Вот, и я сначала, как сказала Сережа, говорю, знаешь что, я уже начиталась книжек умных, вот. Я говорю, надо все с позиции смотреть, что на миллионерам вот этих 42 тысячи долларов. Что на миллионерам вот этих 42 тысячи долларов. Если вы будете вот с такой позиции смотреть, поверьте, финансовая независимость в вашу жизнь придет очень быстро. Вот, конечно, вот эти все установки, потому что установки у нас с детства идут другие, мы постоянно экономим, мы постоянно себе недодаем, мы постоянно себя ущемляем, вот. Вот, поэтому, конечно, вот эти установки, чтобы их искоренить, вот, вот этим мы с вами и будем заниматься, кстати, на тренинге, вот, с 23 марта я вам сказала, да, то есть, я там еще посмотрим, как там по числам, по времени, вот, ну, это будет приблизительно в это время, потому что наша комната, вот, вебинарная, именно я имею доступ в это время. Вот, ну, будут, конечно же, записи, то есть, мы с вами будем там прорабатывать на тренинге как технические моменты, что, как делать в нашем проекте, так и психологические, потому что психологические моменты, это вообще 80% успеха. Я с вами поделюсь всеми своими секретами, что я умею, что у меня сработало, что у меня работает, вот, и эти, вот эти все мои секреты уже помогли моим директорам, да, вот, вот эти две группы большие, когда, которые выпустились, вот, я очень верю, что они помогут и вам, вот, потому что здесь просто подходить только технически к этому бизнесу нельзя, надо разобраться в своей жизни, что мешает, какие блоки мешают, какие установки в голове мешают, потому что можно вроде и делаешь, тоже с этим я сталкиваюсь, делаешь, делаешь, а нету результата, почему нету, потому что в голове что-то не то, что-то мешает, какая-то фраза, какое-то слово просто элементарно может мешать, вот, поэтому мы вот на этом тренинге будем с вами это прорабатывать. Тренинг будет где-то неделю, вот, скорее всего, что занятия будут идти первых два дня, будет каждый день, первых два, третий будет просто будет домашнее задание, такая творческая работа, второй, третий, четвертый день тоже, еще я задействую других наших спонсоров, да, ваших спонсоров, лидеров, вот, Наташа Цивина с нами будет работать, вот, Маша Березова тоже, я думаю, какой-то вебинар нам проведет, то есть, чтобы вы не только меня слушали, вот, а еще своих наставников. И вот мы с вами в таком интересном ключе, мы с вами поработаем, то есть, какое, да, Маша согласилась, какое будет условие попасть на тренинг, да, первое, это ваше желание, то есть, уже заказ, пока на этот тренинг, я не буду ставить активационный заказ, потому что я хочу, чтобы по максимуму все на него пришли, кто с заказом, кто без заказа, то есть, мне не важно, там, ну, насколько там ваши заказы, то есть, как говорит наша Аня, заказы на вашей совести, если вам хочется быть в нашем проекте, хочется обучаться, там, у меня, у наших лидеров, пожалуйста, да, это, ну, просто мы видим, что вы тогда активный партнер, что вы действительно серьезно относитесь к работе. Если вы еще сомневаетесь, вы еще думаете, работать, не работать, вот, все, вы приходите на тренинг, мы с вами вместе все поработаем, вы познакомитесь с командой, вы познакомитесь с нашими лидерами, вот, и потом вы для себя решите, хотите вы быть с нами или не хотите, делать вам этот заказ или не делать, то есть, я вообще, честно говоря, я о заказах не люблю говорить, то есть, это ваша составная, то есть, вот, все, что минимальное, да, что вы сделали, вы зарегистрировались, и второе, вы постараетесь сделать активационный заказ, чтобы, во-первых, просто вы не вылетели хотя бы с проекта, потому что, если нет два каталога заказа, то тогда ваш система просто удаляет автоматически. И первая ступенька, к которой мы с вами идем, вот уже в прошлом каталоге, да, по моим веточкам, уже у нас мы первую ступеньку преодолели, это 3%, да, команда преодолела, уже сейчас идем в этом каталоге на 6%, то есть, смотрите, первая колоночка, это вот эти ступеньки, это, скажем так, школа, вот, когда вы в школу пришли, да, вы же все, когда пришли в первый класс, тоже не умели ни читать, ни писать, ни считать, ни дроби, ни географию, ни геометрии, ничего не знали, вот то же самое здесь, вот первый класс, вот это вот 3%, когда вы уже немножко научились, поняли, что здесь у нас в нашем проекте, да, создали себе инструменты для работы, вот, и тем более, что вам помогает ваш спонсор, то есть, в большинстве, да, групп, да, кому как повезло, конечно, но спонсор помогает и строит веточку, да, строит часть вот этого товарооборота, создает часть вот этого вашего супермаркета, с которого вы потом будете получать проценты приличные, вот, и это большая помощь, да, что вы работаете вместе с наставником, вот, и вот эти ступенечки, по которым мы с вами двигаемся, вот 6, 9, 3, 6, 9, 12%, 12% это уже уровень менеджера, то есть, здесь вы уже немножко обучаетесь, то есть, вы уже разобрались, вы уже начинаете создавать свою команду, уже общаетесь со своей командой, и 22% это уровень директора, дальше, вот эти баллы, то есть, у нас каждый продукт имеет свой балл, это такая, как бы, валюта, потому что компания существует в более 40 странах, и это такой эквавилент денег, то есть, например, там у нас, ну, то есть, там приблизительно как было, один балл где-то полдоллара стоил, но все-таки в каждой стране он немножко варьируется, поэтому, чтобы вот, по вот этим баллам, это, то есть, этот товароборот, только этот товароборот не личный, да, а здесь групповой товароборот, что-то такое, когда вы зайдете в отчет, вы просмотрите, там у меня вот в группе ВКонтакте, когда вы получали первое письмо, инструкцию, там есть такой сайт, 6 шагов, и на втором шаге, там я записала видео, где смотреть свою структуру, где смотреть свои доходы, и там есть по России отдельно, есть по Украине отдельно, вы просмотрите, вы зайдите туда в кабинет, просмотрите, например, за прошлый каталог, за третий каталог, да, сколько там у вас было баллов по вашей группе, то есть, эти баллы включаются, ваши личные баллы, баллы людей, которых вам регистрирует спонсор, и баллы людей, которых регистрируете вы, вот это и будут групповые баллы, и вот за вот эти баллы, это, по сути, товароборот, вот это товароборот без НДС, потому что компания еще отдельно платит НДС полностью, да, в государство, да, в каждое государство, где компания работает, и вот вы с этого товароборота получаете доход, вот первая, третья колоночка, видите, бирюзовая, это рубли, это для России, то есть, все начинается с маленького, в начале 3%, это 150 рублей вы получаете, да, 6%, 800 рублей, и так дальше, вот эта желтенькая колонка, это гривны, вот, и смотрите, мы сразу вас, я не настраиваю вас там на 12, на 15%, мы вас сразу настраиваем только на 22%, это на уровень директора, этот доход, это доход в 3 недели, то есть, у нас, мы получаем доход раз в 3 недели, вот в пятницу, вот сегодня я ожидаю свою зарплату, вот, поэтому получается, что вот когда вы уже выходите, вот на 18-22%, это такие уже уровни, где симпатичный нормальный доход, на этих же уровнях вы уже начинаете делать свой товароборот покрупнее, да, по 150 баллов, на этих уровнях вы открываете ЧП, или ИП по России, вот, и вы уже получаете все свои деньги на руки, до этого времени ваши деньги копятся на вашем номере консультанта, вот, поэтому вот такие у нас, да, вот пока вот такие ступенечки, то есть, сейчас, смотрите, кто еще на нуле, да, новичок, там, недавно пришли, у вас пока там 0%, то есть, ваша первая цель – это выйти на 3%, кто уже на 3%, выйти на 6%, да, и так дальше, то есть, оно, знаете, будет все по ходу, вам будет все светлее, светлее, вы будете больше понимать, вот, ходить на вебинары, да, еще вам будет яснее, откуда это все берется, да, и все потихоньку будет открываться, но, конечно, вот эти баллы, они сами по себе не появятся, то есть, вот мы с вами, я вас буду обучать, вас обучают 3 вебинара в день, которые вы получаете постоянно расписанием, то есть, если вы хотите действительно быстро разобраться в проекте, просто неделю походите на все вебинары, на все, которые я шлю, Аня Черно шлет вам расписание, просто походите на все вебинары, вы очень быстро разберетесь в проекте, Вот, потому что, чтобы вот создать вот этот товарооборот, здесь, да, необходимо научиться, да, иметь некоторые навыки, которые вам помогут это делать. У кого-то получается медленнее, у кого-то быстрее, опять же, все зависит от времени, которое мы уделяем проекту, и от терпения, и усидчивости, вот. Вот, но когда вы уже научитесь, хотя бы, да, у нас выход какой, постараться научиться регистрировать одного человека в день, одного новичка в день находить. Вот, если вы выйдете на вот такой уже темп, то тогда уже достаточно быстро все происходит. Вот, итак, смотрите, еще вот такую табличку показываю, сколько же надо людей в вашем супермаркете, да, потребителей, чтобы выйти на директорский уровень. Вот, смотрите, группа 7500 баллов, это у нас директорская группа, групповой товарооборот. Вот у меня, смотрите, я в прошлом году, я была всего-навсего, сейчас я вам покажу, в это время на 15%, вот смотрите, вот видите, табличка вот 3, 6, 9, 12, 15, то есть у меня групповой товарооборот был всего-навсего 3000 баллов. Здесь работает геометрическая прогрессия или снежный ком. То есть вот в прошлом году, нет, подождите, это я сейчас неправильно говорю, я как раз на 8 марта я открыла уровень директора в прошлом году. То есть это у меня было 7500 баллов, вот. Было вот такое количество. Сейчас уже прошел, смотрите, прошел ровно год. Сейчас я вот золотой директор, видите, самая последняя клеточка, да, это только начало вот таких уже интересных званий с интересными деньгами. Вот, и у меня уже вот таких групп по 7500 баллов, 5 групп подо мной. Понимаете? То есть, да, если было 7500 баллов, это сейчас, если на 5 умножить, это сколько тысяч баллов уже получается? Ой, 7, 7 на 5. 35, да, правильно? Вот. 35 тысяч плюс еще по 5, ну где-то 38 тысяч баллов. Понимаете, какая там махина уже. То есть, ну это все получается благодаря тому, что это интернет, и мы можем проработать большое количество цифр, чисел, вот, и на это тратить не так много времени. Поэтому, смотрите, откуда берется вот этот товароборот, есть ли в вашей группе, да, смотрите, берем группу, и средний заказ 10 баллов. 10 баллов, ну, это заказ где-то до 100 гривен, а так где-то 80 гривен, вот так вот. Вот, ну, может 100, может около того, 100 гривен, да, по России, это где-то около 400 рублей. То есть, это, ну, очень маленькие деньги, это, в принципе, на 10 баллов каждая семья, каждый каталог что-то себе приобретает. Потому что там надо мужу пену дляобретать, ну, то есть, не буду перечислять, да, в принципе, вот такая 10 баллов, это, ну, в принципе, ну, это даже очень мало. Это такая, если очень такая экономная семья на 10 баллов берет продукции, мыль на вот этих всех принадлежностей, да, гель для душа, там, мыло, зубная паста, вот, ну, все там. Для значения я вообще молчу, вот эти все тоналки и тому подобное, вот, одна тоналка 10 баллов стоит, вот, все равно мы это где-то покупаем в любом случае. Вот, то есть, если хотя бы 10 баллов средний заказ, это вам необходимо иметь структуру 750 человек, но это не лично вы регистрируете. Например, вы зарегистрировали 10 человек по 10 баллов, 30 человек, еще по 10 человек на 10, по 10 баллов, да, то есть, вот, в принципе, до уровня директора, если вы сделаете в среднем 100-200 регистраций личных, вы уже выйдете на уровень директора. То есть, ну, вот этих 100-200 регистраций, они у вас разбиваются, да, по времени. У кого-то получится 100-200 регистраций сделать за 2 месяца, у кого-то за полгода, у кого-то за полтора года, да, то есть, уже здесь все, насколько вы научитесь это хорошо, правильно делать. То есть, у меня, как бы, мой нормальный темп, это 2-3 новичка в день, то есть, я стараюсь, чтобы у меня было 80 регистраций в месяц, 80-100 регистраций в месяц, тогда будет и быстрый рост. Как это сделать, я вас научу, главное, ваше желание и действие. Если средний заказ, да, по вашей команде будет 20 баллов, то тогда вам надо всего-навсего 375 человек по группе. Вот, если заказ 50 баллов, то тогда всего-навсего 150 человек надо по группе. То есть, к чему я это веду? В принципе, в средний заказ, вот так, если человеку, ну, реально накладно, да, вот, 20 баллов, это средний заказ, который спокойно, легко делает каждый человек. Вот, кто-то, у кого-то получается, я уже так смотрю по своей структуре, вот по девочкам, средний балл у нас, в принципе, идет 50, 50, потому что кто-то делает 150 баллов. Если у нас вот был вебинар недавно, женщина сделала 1400 баллов одна, я вообще не представляю, как она это сделала. Ну, в принципе, я не люблю я вот эти все баллы так много делать, да, вот то, что надо делать, я это делаю. А так я больше люблю обучать людей. Вот, поэтому, смотрите, если вы будете стараться делать хотя бы 20 баллов, то есть, ваши люди будут вас повторять, это на подсознательном уровне. То вам всего-навсего надо 375 человек. Ясно, что не все будут делать заказы, не все приступят к работе. Это тоже идет отсев, такой природный отсев, который идет всюду. Поэтому вот такая табличка, то есть, чтобы вы видели, что это не насколько много, как вам может казаться. То есть, вот 7500 баллов, это вот такой уже супермаркет, который вам будет приносить доход от где-то 6-7 тысяч гривен, вот, и в рублях от 18-25. Почему так варьируется? Потому что еще очень важно, как вы строите свою структуру. Это тоже мы с вами будем все изучать, чтобы это все было правильно, и чтобы у вас был хороший доход. Итак, идем дальше. Смотрите, на каждой работе есть инструменты для работы. У нас такой вначале идет подготовительный этап. Вот, например, у человека, который строит дом, делает ремонт, у него вот такие инструменты для работы. Вот эта вторая фотография взяла наборчик для маникюра. То есть, если человек, например, она захотела открыть, или даже тот же парикмахер, тот же человек, который мастер маникюра, аппетитура, она приходит на работу, у нее обычно уже есть какой-то набор своих инструментов, даже если ты приходишь по работе по найму. Поэтому, что у нас, какие у нас инструменты для работы? Первое, это ваша почта. То есть, почты, они у нас есть разные. Сейчас я вам тоже сегодня немножко расскажу историю, откуда это все взялось, что такое вообще интернет, что вот эти все почтовые сервисы, поисковые системы, что это вообще такое. Интернет, смотрите, интернет, это такая база информации, где люди сами же наполняют информацией и пользуются этой информацией друг у друга. То есть, да, кто-то, что такое информация в интернете? Это называется контент. Есть контент у нас в письменном виде, да, есть контент у нас в видео, есть картинки. Это вот, ну, основное, ну, там графика, я там другое не беру. Вот, поэтому первоначально, вот, ну, не буду очень такую уже аж такую вам историю углубляться, да, но первоначально интернет был, служил, вот, придумали электронную почту, что человек в доле секунд, да, с одного может получить, с одного из, с одной страны, с одного континента, может человек получить сразу электронное письмо в другой точке мира. Это просто гениальная находка вообще для всех, для всех жителей Земли. Вот, поэтому вот почта, это наше основное место работы. Почту вы проверяете каждый день, по несколько раз в день, потому что вам идут письма, вам идут рассылки. Обязательно вы проверяете папку спам. Много писем попадает в спам. Вот, почему так? Потому что тоже есть роботы специальные, которые видят, да, какие-то похожие письма, чтобы не было такого, что там, да, людям шлют все подряд. Поэтому есть такие фильтры, вот, которые отправляют некоторые письма в спам. Почему они попадают, это тоже, ну, с толком не объяснишь, потому что это очень долго, да, вот. Но просто наша задача, чтобы вы всегда проверяли папочку спам, потому что там очень важная может быть информация. Вот. Дальше блог, то есть в основном все, кто сегодня уже присутствует, да, я знаю, что у вас есть блог для работы. Вот, если у вас его еще нету, вы все проходили мои уроки, это, по-моему, урок третий или четвертый, да, там, где настройка блога, создать свой блог. Потом есть у нас еще настройка сайта. Сайт все получают, кто имеет заказ активационный. Вот, чем это отличается друг от друга? Смотрите, я все-таки больше склоняюсь, чтобы вы сделали блог, тогда это более индивидуальный. Вы пока его делаете по моему шаблону, но потом со временем вы его будете усовершенствовать, вы будете что-то менять, какие-то тексты менять. То есть блог и сайт, это, по сути, просто, да, такой инструмент с информацией, которую вы можете пересылать заинтересованным людям, кандидатам. Поэтому, у кого нету блога, возвращайтесь к моим урокам, делайте блог. Кто хочет сайт, вот, там тоже необходимо сделать некоторые настройки, поэтому, если вы более-менее уверены, там они не сложные, эти настройки, но их надо сделать. И у вас будет просто два инструмента, инструмента, то есть вы можете работать или блогом, или сайтом. Кто-то любит работать с сайтом. Это, я сейчас расскажу, что такое сайт, покажу вам. Сайт, это нам Аня Черна сделала, сейчас, сейчас я вам покажу. Анна Черна сделала, вот смотрите, вот этот вот закрытый раздел, это вот этот, кстати, сайт, это я его делала, получают все, кто активировался в бизнес, то есть сделал свой первый заказ. Вот, я там посмотрю по формочке, кто у нас активировался, я вас сегодня подпишу на рассылку для активных партнеров. Там, в общем, почитайте, там перейдет первое письмо, вы там почитайте. И вот там внизу, вот где закрытый раздел, вот здесь настройка сайта этого. Это тоже, вот похожий инструмент, как блог, просто там более, как бы там Аня писала все тексты, вот, там много картинок, там больше информации. Это такой проверенный, хороший инструмент для работы. И там данные, когда человек зарегистрировался, у вас, как бы, получается, ваша будет своя собственная ссылка. Вот, и если человек зарегистрировался, вам эти данные придут на почту Gmail, которую вы укажете, когда будете регистрироваться на этом сайте, чтобы получить свою ссылку. Кто не хочет пока еще в этом, как бы, напрягаться, да, давайте, можете это оставить немножко на позже, пока вы разберетесь в информации, да, вот, лучше вначале все-таки сделайте свой блог, вот, потому что вы почувствуете себя уже очень уверенно, вот. И вы будете понимать, где, откуда, что, к что берется, вот. И когда вы делаете блог, то вам там данные приходят на Google Диск. Вы, когда его, кто уже делал, знаете, вот. Поэтому все данные с блога вы смотрите на Google Диске, а все данные с сайта вот этого Аниного вы смотрите на почте Gmail, которую вы указали. То есть уже более подробно, как настроить сайт, там есть вот все в этом закрытом разделе. Все, кто активировался в бизнес, вы сегодня это все получите. Только еще напомните мне просто, да, я подпишу, те, кто заполнил анкетку, вот. Кто не заполнил, вы мне просто напишите, что вы сделали заказ, и я вам, вас подпишу на ту рассылку. Что еще у нас есть в интернете, да, что вам еще надо? Это странички в социальных сетях. Что такое социальные сети вообще? Первоначально, да, то есть интернет, он был создан, во-первых, вот почта, это было первоначальное, второе, это, то есть первоначально даже поиск информации, то есть любой, да, информации, все что угодно, все можно узнать в интернете. Вот, потом появилась почта, потом появились форумы. Были форумы, потому что люди все-таки хотели в интернете как-то общаться, развлекаться. Появились и появились игры, очень много разных игр, вы это все видите, это целая большущая индустрия, на которой зарабатываются деньги. Вот, и потом появились форумы. И форумы как-то они, там что было, там как бы общение, общение вот, но они отпали, и появились социальные сети. Первая социальная сеть, которая появилась, это была Facebook, это сеть американская. То есть, конечно, все что с Америки, в первую очередь появилась, появился вот этот поисковая система Google, да, от нее вот эти все инструменты бесплатные, которыми мы с вами пользуемся, это почта Gmail, это блогер, где вы делаете блог, это вот этот Google Диск и много еще чего другого. Вот от него же, да, тоже вот эта же, ну, скажем так, компания Facebook, то есть это первая была американская соцсеть. И уже РУНЕТ, что такое РУНЕТ, это все похожее, как бы все бывшие, все российские пространства, это называется РУНЕТ, то есть люди, которые, ну, вот, постсоветское пространство, скажем так. И начали все копировать, как было в Америке, вот, и начали все копировать, это же у нас, потому что все понимали, что это за интернетом будущее, это большие деньги, это, да, то есть, это то, что надо, что будет надо человечеству в ближайших 100 лет. Поэтому, смотрите, Контакт, Одноклассники, Мой Мир, это все соцсети, скажем так, РУНЕТ, да, русскоязычного пространства. Почта, Майл.ру, это тоже, вот, где все РУ, да, это все русскоязычное пространство. То есть они просто повторяли американцев, да, то есть аналоги делали российские варианты, вот и все, чтобы вы понимали, где это все происходит. Что такое соцсети? Сейчас в соцсетях сосредоточено самое большое количество людей. То есть люди в соцсетях что делают? Они там отдыхают, 80% людей там отдыхает, вот, но потом уже как бы все эти словили эту все фишку, опять же, и сами причем наполняют соцсети разным контентом, чтобы было интересно, да, все, кто уже был там ВКонтакте, в Одноклассниках, вы туда загружаете фотографии, да, кто-то загрузил, вы там поделились, каждый делится друг с другом, то есть те, кто создают вот эти все соцсети, им главное создать, а все остальное дальше делают люди и раскрутить, чтобы там уже было большое количество людей. И потом вот те же Одноклассники, они сначала раскручивались, было очень хорошо, давали много приглашать в друзья, то есть сразу сообразил бизнес, сразу бизнес начал, да, продавать там вещи, все остальное, потом уже подключились вот как наши типа компании, да, то есть деньги всегда можно было заработать там, где есть много людей. Вот просто первое, да, чтобы вы сегодня это запомнили. То есть, ну просто кто-то в социальных сетях развлекается, опять же, там же эти игры, а если люди играют много игр, там же что же, это же все платно, там ты, например, втягиваешься, сначала ты играешь там вроде бесплатно, потом начинается там кому-то какое-то сердечко, кому-то там, я их, честно говоря, я и не играла, но там все, ты идешь, пополняешь там кошелек, и да, вот такая зависимость, это целая индустрия миллионного бизнеса. Поэтому вот эти соцсети нужны для чего? Ну, это вот там люди просто общаются, знакомятся с друг с дружкой, но основное, чем выгодно вот эти соцсети, кто их держит, это вот эти игры, то есть они на этих играх зарабатывают. Чем больше людей в социальных сетях, тем больше, ну вот эти все, кто создал вот эти соцсети, они зарабатывают. Второе, это реклама, то есть в начале, например, тот же Одноклассники и Контакт, это были бесплатные абсолютно соцсети, то есть там не было рекламы, то есть когда вот я пришла в Одноклассники, там рекламы вообще не было. Они раскручивались где-то года два, и все, и потом уже пошла эта реклама со всех сторон, а реклама в интернете очень дорогая. Почему они там размещают? Потому что там люди постоянно находятся, поэтому там постоянно и реклама. Почему? Все-таки мы им тоже интересны, потому что если мы много всякого придумываем, например, просто пользователь, он пришел в Одноклассники или ВКонтакте, он загрузил свои там 2-3 фотографии, там попастил какие-то еще интересные мысли и все. А все-таки для модераторов, да, это модераторы, это ВКонтакте, это специальные люди, которые работают на зарплату, которые видят наши все аккаунты, которые чистят или удаляют, или что-то, ну то есть они полностью там ведут вот такой анализ, модерируют. Вот, поэтому вот эти модераторы, если бы им мы были невыгодны, да, они бы нас там бы не держали, но все-таки мы им выгодны тем, что мы постоянно придумываем что-то новое, много новых фотографий, много новых картинок для своей же работы, да, те, кто торгует вещами. Люди уже привыкли, что многие заказывают через интернет, через Одноклассники, через ВКонтакте, те же вещи, то есть людям интересно, если она сегодня вечером пришла, села за компьютер, да, она себе посмотрела какие-то вещи. Тут ей еще работа какая-то, где-то предложилась, да, то есть им вообще очень интересно заходить в соцсети, потому что там все, там есть все, что нужно человеку, да, и поразвлекаться, игрушки, и работу найти, и вещи купить, и все, что угодно. Вот, поэтому первое, чтобы вы сегодня что вы поняли, что соцсети, это ваш конкретный, ваши, скажем так, торговые точки, да, где вы сможете искать своих клиентов, да, искать своих партнеров, партнеров, людей, которые будут потреблять продукты, которые будут в нашей компании. Вот, соцсетей очень много, некоторые уже очень раскручены, там более жесткая модерация, вот, некоторые менее раскручены, вот, там попроще, да, там надо переноровиться, научиться, вот все, как работать в социальных сетях, вы видите, каждый день идет вебинар, где мы обучаем, как работать в разных, полностью в разных, в разных социальных сетях. Вот, главная ваша задача, чтобы вы понимали, зачем это надо, да, что вам в этих соцсетях делать. Вот, что еще важно, зачем нам много страничек, потому что, я всегда, да, это рассказывала, и рассказывать буду. Смотрите, у всех, вы знаете, есть сети ресторанов, сеть заправок, сеть магазинчиков, сеть салонов красоты, то есть, если человек имеет какой-то свой бизнес, если у него один магазинчик, он имеет доход с одного магазинчика, если у него этих 20-30 магазинчиков, ясно, что у него доход в 20-30 раз больше. То есть, все умные люди строят сети, все другие ищут работу. Поэтому, зачем, смотрите, вот сеть Макдональдс, и, да, вы все знаете, вот нашла прям такую фотографию, с картинкой, это сеть Макдональдс в Украине, то есть, это, да, много ресторанов. Но, чтобы открыть вот такой ресторан, или, например, ниже, вот видите, сеть этих детских магазинов, Антошка, опять же, чтобы открыть вот такой бизнес, это надо миллионы долларов. Даже если вы хотите открыть какой-то там свой ларечек, опять же, это надо тысячи долларов, и второй момент, что вы можете пролететь, да, 80% бизнеса любого, первых 5 лет, становятся банкротами, это статистика. Что у нас? У нас, вот эта сеть ваша, это ваши странички в социальных сетях, и вы их получаете, на 80% бесплатные. Почему говорю на 80%, потому что все странички мы привязываем к номерам телефона. И вот единственный момент, что, например, контакты, одноклассники, да, у вас есть там 2-3 телефона там своих, мама, папа, вот, больше у вас нету. И уже мы придумали, то есть, как бы научились уже программисты, есть виртуальные номера, где мы покупаем вот эти номера телефонов виртуальные, на которые мы делаем эти странички. Это уже тоже целая индустрия. И это смешнющие деньги, за которые вы можете, да, создать себе вот этих 20-40 страничек для работы, это ваших 20-40, да, кому там сколько будет надо, это ваших 20-40 Макдональдси. И вот одна вот эта страничка по России, это вообще смешные деньги, получается 10 рублей, одна страничка стоит, 10 рублей всего-навсего. По Украине немножко дороже получается, потому что я на WebMoney пополняю, и где-то одна страничка получается 6 гривен. Но это тоже абсолютно копеечные деньги, да, если вы можете, если, например, я у меня там, я вышла на уровень директора, каждый сейчас каталог, я зарабатываю 10 тысяч гривен, и я вложила в свои странички, где-то там, ну, 100 страничек, по 6, 6, ну, раньше они немножко дешевле были, сейчас они дороже получаются, 20 страничек, 120 аж гривен, ну, это просто смешно, да, я думаю, что вы со мной согласитесь. Но, опять же, вы сюда пришли зарабатывать, поэтому даже по началу, все, кто активный партнер, но, опять же, если вы активные, я тоже буду смотреть, потому что тоже, опять же, мои деньги, вы получаете странички от меня, то есть ВКонтакте, в Одноклассниках, вы получаете, для того, чтобы понять, будете вы работать, не будете работать, получаете по 2 странички. Дальше, Мой мир, сегодня я буду, мы с вами поговорим о Моем мире, это тоже социальная такая сеть, это, там на один телефонный номер, можно сделать 10 страниц, поэтому она вам абсолютно бесплатная, вот эта соцсеть, Мой мир. Есть еще у нас другие соцсети, по которым же, тоже у нас есть ролики, видео, все есть, тоже, ну, не знаю, там соцсети, наверное, 5-6, которые абсолютно бесплатные, и тоже есть видео, просто ваше желание брать эти видео и обучаться, вот, поэтому сегодня, вот эти просто больше, более раскрученные контакты, Одноклассники, да, то, что мы там привыкли, поэтому там вот эти странички стоят денег, и то, вы от меня получаете их, да, бесплатно, если я вижу, что вы стараетесь, что у вас получается, поверьте, я вам их буду давать, мне не будет жалко, но если я тоже даю странички, я вижу, что вы на них ничего не делаете, я их буду забирать, понимаете, чтобы тоже такого не было, что я, смотрите, я на вас делаю вот эти странички, я там выдумываю имя, фамилия, любое, вы просто заходите, я вам даю номер и пароль туда, к этой странице, вы там меняете имя на свое имя, и фамилию на свою фамилию, дальше ее заполняете, все так, как рассказывается на наших вебинарах, и дальше работаете, поэтому тоже, да, будем к этому походить нормально, чтобы я понимала, что работа, если вы работаете, да, регулярно, все остальное, то мне ничего не жалко, чтобы не было так, что я даю странички, они стоят, и вы на них не работаете, вот, поэтому смотрите, что еще дальше, что происходит, то есть по страничкам, я думаю, вы меня поняли, насколько это важно, и причем, пока есть возможность, да, пока еще рынок не так занят, вот, потому что сейчас будет еще очень стремительный рост в интернете, Это в ближайших 5-10 лет. Потом, конечно, тоже будет конкуренция, будет всех больше, будет сложнее. Поэтому сейчас многие же люди вообще пока еще даже не пришли в интернет на самом деле. У них нет еще компьютера, они еще не понимают, что такое соцсети и тому подобное. И каждый день десятки людей добавляются, добавляются в интернет, добавляются в социальные сети. Это все ваши будущие партнеры. Каждый день новые мамочки садятся в декрет, рожают детей, идут в декрет, приходят в интернет искать работу. Если там она еще вчера была студентка, уже там через год она мамочка, она пришла в интернет, она ищет работу. То есть, чтобы у вас не было этих блоков, что там здесь никому не хватит. Интернет это миллиарды людей, здесь хватит всем. Только надо тоже быстро думать, быстро работать, чтобы это не растягивает удовольствие на годы, к своему первому доходу, пока вы выйдете. Вот такой сайт, это вот Аня нам дала вот такой сайт для работы, он очень удобный. Вот я вам его сегодня выслала. То есть, я каждый день, когда вам шлю письма, там внизу есть вот шпаргалка, вот этот сайт. Там есть, если вы уже сделали заказ, активация в бизнесе, вы там вписываете один раз, мне по 10 раз не вписывайте, пожалуйста. Один раз вписывайте, что вы сделали заказ, и я вас подписываю на рассылку для активных партнеров. И там есть выслать новичков на знакомство. Когда у вас уже пойдет регистрация, чтобы вы не забывали, вы просто вписываете мне туда ваших новичков, я дальше их подхватываю, я их дальше обучаю. То есть, это тоже вам в плюс. Поэтому вот этот сайт вы сегодня получили. Вот, и вот эти все вкладочки, как работать в социальных сетях. Первая вот вкладочка «Мой мир», вторая «Одноклассники», «Контакт». То есть, вы нажали вот на «Рекрутирование». Рекрутирование – это поиск людей, да, в переводе слова. И вот все по вот этим соцсетям вы все смотрите видео. Вот в кругу друзей бесплатная абсолютно сеть. Вот здесь вот тоже, вот от «Я до Я», ну здесь «Контакт», «Контакт» вот эти, вот «Мой мир» тоже полностью бесплатная сеть. То есть, вы, вот я вам сегодня покажу, как в «Моем мире» делать странички, но вот это вот видео по «Моему миру» вы смотрите внимательно сами. Если вы научитесь работать в «Моем мире», все аналогично идет в других социальных сетях. Абсолютно все аналогично. Вот. Что еще здесь? Здесь есть полностью все шаблоны. То есть, я сам дальше покажу тоже. На этом сайте есть все шаблоны, которые вам нужны для работы. Вот. Поэтому это такая ваша шпаргалочка. Юля, да, Юль, а кто, кто спонсор ваш? Потому что что-то, наверное, или вы мою рассылку не получаете. Напишите, кто спонсор. Потому что я во всех письмах, я этот сайт, я… Юль, а было от меня сегодня письмо? Были письма от меня? Наверное, не были. Или в спаме всегда проверяйте. Друзья, одно было. Вот смотри, Юль, там, ты тогда посмотришь внизу, там каждого письма, вебинар, да, вот где вебинар, под низом там есть, там, где моя фотография, под низом там есть шпаргалка, сайт «Шпаргалка» и здесь, назад здесь. Вот там, где слово «здесь», нажимаете на него, красный, и вы попадете на вот этот сайт. Хорошо? Есть. Все, тогда смотрите, что еще. Нашла, молодец. Что еще? Что я хотела рассказать? Тоже, вот то, что история, опять же по истории. Вот Google – это поисковая-поисковая система. В Google у нас, вообще у нас есть такая шутка в нашем проекте. Не знаешь, не знает спонсор, не знаешь сам, что делать, спроси у Google. То есть, да, все. Все, я когда пришла в интернет, вот сколько, 3 года назад уже получается, у меня не было ни наставника, я просто сама сидела, разбиралась, я сама сделала очень красивый сайт. Вот я все, полностью все искала в интернете, все спрашивала вот у Google или у Яндекса. То есть, Google и Яндекс – это в первую очередь поисковая система. Но то, что я вам говорила, от Google есть очень много инструментов качественных, которыми мы сами пользуемся в работе. То же самое есть и в Яндексе. Например, в Google есть картинки, есть YouTube. YouTube – это видеохостинг. Опять же, там все ролики. Например, вы еще, вот посмотрите на там сайте, что я вам говорила. В YouTube вы просто набираете, как работать в моем мире. И вам там куча видео, как работать в моем мире. Как, например, там работать в программе Word, в программе Excel. То есть, все, в чем вы затрудняетесь где-то, вы все спрашиваете или в Google, или в YouTube. То есть, в YouTube зашли, и там миллион этих роликов на любую тему. Дальше в Яндекс. В Яндекс есть картинки, также Google картинки. То есть, нам это тоже надо в работе, постоянно картинки. То есть, например, даже вы там будете загружать себе на странички делать. Вот. Вы набираете Google картинки. И, например, там даже ащина с компьютером набираете. Все, что вы хотите, все вам выскакивает в миллион картинок. Ну, вот я, например, сейчас готовила этот вебинар, да. Вот. Вот мне надо было вот эти все картинки, это я все беру из Google. Как копировать картинки, думаю, знаете. Наводите на картинку, левой кнопкой мышки, сохранить как. И оно вам по умолчанию сохраняется в ваши документы или в изображение. Если не умеете копировать картинки, опять же, идете в YouTube, пишете, как копировать картинки. И все это смотрите. То есть, все, где у вас какое-то затруднение, вы все, вот такие технические моменты. В принципе, много, ничего не надо такого знать. То есть, вам надо уметь пользоваться вот Google, поиском YouTube, картинки, обычным поиском, почта. Все. И научиться работать в Word и Excel. То есть, да, ну, как бы документы, где вы будете сохранять вашу информацию, сохранять ее на компьютере. И опять же, еще, по паролям, когда вы будете придумывать ваши странички, по паролям, обязательно себе выписывайте где-то еще в блокнотик. Делайте простые легкие пароли, вот, и обязательно выписывайте, потому что мало чего, полетел компьютер или что-то еще, вот, чтобы у вас был доступ всегда к вашим страничкам. Или фотографируйте на телефон, чтобы у вас где-то в телефоне вот эти именно пароли остались, обязательно. Что такое браузер? Тоже, кто не знает, я расскажу. Браузер – это, ну, скажем, такие, вот, обычно, вот этот был первый, вот этот голубенький «э», да, видите, и «энтер», вот этот, интернет, вот. Потом появились еще различные браузеры, это тоже точно такие же поисковики, просто чем, вот эти браузеры, почему они хотят, чтобы мы их ставили себе на компьютер. Потому что они, опять же, зарабатывают на рекламе, да, если вы будете пользоваться каким-то браузером, они зарабатывают на рекламе, да, потому что вы видите, сколько всего выпрыгивает, где вы только что не делаете, всюду-всюду идет реклама. По браузерам я вам скажу, что нам для работы, ну, надо, в принципе, ну, 2-3 браузера. Если ваш компьютер не очень сильный, то вам, в принципе, и одного хватит. Я вам сейчас вот порекомендую браузер «Максон», вот видите, внизу вот такой голубенький, именно с названием, я вам его сюда картинку вклеила. Вот он самый быстрый, потому что я перепробовала уже браузеров 10, наверное. Вот, вот сейчас вот этот «Макстон», он самый быстрый браузер. Вот, вы его, это абсолютно бесплатно, вы его найдите в интернете, закачайте себе на компьютер, он самый быстрый, и там еще что приятно, он открывается, его можно открывать и окно инкогнито, но это уже потом со временем я вам расскажу, зачем это надо. Вот, но факт в том, что он пока, потому что у кого компьютеры старенькие, будет долго вот это все грузить, та же вебинарная комната, да, невозможно попасть и тому подобное. Поэтому вот это все очень важно, чтобы вот этот браузер у вас был. Вот, и у меня еще чем я пользуюсь, браузер Яндекс, тоже такой, чтобы более-менее не такой тугой. Все остальные, Opera, Mozilla, они очень такие медленные, что потом уже это все время ваше, да, чем быстрее загрузилось, быстро вы получаете информацию. Вот, если оно все медленно, это не нервы. Вот, поэтому, в принципе, вот то, что вам, да, вот по этим всем таким сервисам я вам рассказала, чтобы вы понимали, что нам надо, вот то, что нам надо. Социальные сети, почта, браузер и уметь найти информацию в интернете. Это то, что вам надо, да, как для новичков. Что еще? Смотрите, по социальных сетях, вот я вам такую картиночку взяла, чтобы был быстрый рост, да, зависит от числа регистраций в день. То есть, вначале стараемся выйти на одну регистрацию в неделю. То есть, это будет для вас вот, да, такие ступенечки. Потом одна регистрация в день и так дальше набавлять. Вот, вот их есть множество. Я вам еще тоже сегодня опять еще раз вышлю видео, там, где у нас собраны вот эти все вебинары, которые проходят в 6 часов вечера, да, по Киеву. Вот, и там, Аня, туда, там плейс-лист такой на ютубе, и там есть все-все-все вебинары по всем социальным сетям. То есть, вы смотрите, может, вы какую-то соцсеть знаете, что там вы там к ней привыкли. Там есть круг вокруг, там, в кругу друзей, то есть, ну, какие-то еще другие соцсети. Инстаграм тот же, Фейсбук, то есть, там, ну, вот, Инстаграм, Фейсбук, это все бесплатные соцсети, там нету такой привязки к телефону. Вот самые дорогие, да, вот именно то, что я вам рассказала, это контакты, одноклассники. Но и то вы их получаете, если я вижу, что вы работаете. Дальше, поэтому, вот это наше поле деятельности. Вы представляете, сколько этого поля деятельности. Здесь, когда садишься разбираться в чем-то одном, думаешь, боже, боже, дай бог сил, чтобы вот это все освоить побыстрее и, да, где-то к чему-то привыкнуть. Что еще важно, да, найти свою социальную сеть. Я скажу, что я начинала, я работала в одноклассниках, я на директора вышла в одноклассниках. Потом был период, мы пошли на доски бесплатных объявлений. И вы видите мои уроки тоже, это целая тоже индустрия доски бесплатных объявлений. Там тоже надо научиться работать. Там тоже хорошо все получается. Вот, но давайте мы вначале с вами научимся самым простым способом работать, это приглашение в друзья. То есть, что это такое? В любой соцсети мы с вами научимся это делать на моем мире. Что мы, как это происходит? То есть, вы приглашаете людей в друзья. Люди к вам добавились в друзья. И это уже ваши, да, это не просто уже чужие, это ваши друзья. То есть, вы имеете право написать какое-то сообщение, познакомиться, написать какое-то сообщение. И мы в этом сообщении пишем о работе. То есть, мы пишем, вот вы знаете, я работаю в интернете, я мамочка в декрете. Вот, интересно ли вам такое занятие? Если человек соглашается, вы им высылаете вот ваш блог или сайт, вы им высылаете информацию, даете информацию. Все, если человек просмотрел, заинтересовался, он регистрируется по вашей форме, да, и вы получаете его данные, и вы потом проводите регистрацию. Все, и опять мы идем на поиск людей. То есть, вот такой круг, одно и то же постоянно делать надо. Вот сейчас я перешла в контакт, я сейчас осваиваю очень хорошо контакт, потому что дальше, на будущее. Если я вижу, что вы хорошо, ну, как бы стараетесь, да, потому что не у всех все сразу получится. Очень, конечно, поможет вам тренинг, потому что я уже, мы проводили тренинг почти полгода, он дал очень хорошие результаты, да, с моими девочками, с моими директорами. Вот, и вам это поможет, вы будете видеть, вы много, вы в всем разберетесь. Вот, и смотрите, что здесь еще, какая есть фишка. В Одноклассниках и ВКонтакте мы еще работаем роботами. Есть такие программки, которые, как бы, делают за вас хорошую часть работы. Вот я сейчас работаю ВКонтакте, это абсолютно бесплатная программка. Но, опять же, я буду давать ее тем, у кого будут странички ВКонтакте, у кого, кто, я вижу, что вы работаете, да, что вы стараетесь, что вы ходите на все вебинары, то есть, по максимуму старайтесь ходить, слушать, потому что, ну, просто так оно не появится, это второе высшее образование. Да, если мы ходим в институт пять лет, а потом мы идем на работу, получаем 2000 гривен, да, там, или 10 тысяч рублей, и пять лет на это тратим, то потратьте, пожалуйста, хотя бы две недели, походите на вебинары, просто на все по максимуму. Вот, чтобы мы потом на тренинге, да, с вами говорили на одном языке, чтобы я не рассказывала какие-то очень-таки элементарные вещи. Вот, поэтому есть программки роботы, где, например, я вот утром встала, она мне приглашает в друзья, эта программка, я только меняю страничку, она мне полностью приглашает в друзья, я потом только сажусь и отсылаю сообщение. Отослала сообщение, интересует работа или нет, люди мне ставят плюсики, то есть, такое еще, тоже очень важно многое от сообщения, вот, но тоже там мы все с вами на тренинге разберемся, какие сообщения писать, опять же, смотрите шаблоны на этом сайте Ани нам, смотрите на вебинарах, кто какие шаблончики пишет, вот, это уже называется маркетинг, как мы предлагаем наш бизнес, вот, и кто мне ставит плюсики, я им высылаю информацию о работе, высылаю информацию о работе, человек зарегистрировался, все, я иду регистрировать, провожу регистрацию, и так по кругу каждый день, главное регулярность, что еще немаловажно. Дальше, поэтому, дальше, главное, чтобы вы сейчас научились самым простым способом, да, это приглашение в друзья, это самый элементарнейший способ, способом, которым мы начинаем работать. Итак, берем мой мир, что такое мой мир, вот, если вам я еще рассказывала о вот этой всей системе рунетовской, да, я вам покажу, вот, mail.ru, да, это почта, ну, а вот эта контора, вот эта компания, которая создала mail.ru, вот в этом сервисе, да, есть еще социальная сеть мой мир, мой мир, это была вообще одна из первых социальных сетей именно по России, она была самая первая, я еще помню, я еще официанткой работала, и вот она тогда уже была, вот, потом с этой же конторы появилась социальная сеть одноклассники, контакт, это другая компания, то есть вот именно mail.ru, это мой мир, социальная сеть и одноклассники, одноклассники стало более популярно, чем мой мир, но в моем мире тоже очень-очень много людей находится. И смотрите, что мы делаем, чтобы попасть в мой мир, да, вот эту соцсеть, вот, мы идем, зарегистрируемся на почту mail.ru, вот, полностью делаем в начале почту, заполняем ваше имя, фамилию, вот, потом ставим дату рождения, месяц, все как обычно, город, пол выбираем, придумываем ящик, название ящика, что-то покороче придумывать, не надо там таких длинных и с точками там, как-то сами себе напишите, я там, вот ящик у меня уже так, там доход, интер, работа онлайн, вот у меня вот такие ящики я люблю, вот, или, например, в принципе, те ящики, которыми вы будете работать с вашими людьми, то там лучше фамилия, имя, то есть некоторые ящики иметь просто там Марина Буркаилу, Брукаилу, там по-всякому, да, вот, вот, а вот такие рабочие именно, чтобы было видно, откуда, от кого пришло письмо, а вот эти ящики, которые вам нужны, вот, нам мой мир, на доске бесплатных объявлений, там, пожалуйста, без разницы, там доход, доход, интернет, доход, вот такое придумывайте, придумывайте пароль, какой-то попроще, там, 1, 2, 3, 4, 5, там, О, да, вот, ну, попроще какой-то пароль, вот, и смотрите, если просто делать почту, да, просто, ну, не для моего мира, да, мне надо привязка к телефону, но если мы делаем, сейчас именно мы с вами разбираем, мы делаем с вами страничку в моем мире, то надо привязку к телефону, если вы с Россией, вы вписываете свой российский номер, если вы с Украины, вы здесь вставляете свой украинский номер, вам придет смс, вы вводите смс-ку, что здесь, какой плюс, что вы на один номер создаете 10 страниц, это большущий плюс, обычно у каждого есть 2 симки, я не знаю, как там, у вас у меня 3 симки было, то есть вы на свой один телефон сделали там 10 страниц, на мужа телефон 10 страниц, и там еще там на сестры, на папу, на маму, еще там, ну, конечно, хорошо, если вы в моем мире на 4 телефона вы сделали 40 страниц, вот, помните, что их надо много, я вам сразу это говорю, потому что с 10 страниц вы поработаете 2 дня, вам будет нечего больше, чем заняться, понимаете, вы обработали 1 день, все, больше вам надо, чтобы странички еще отдыхали немножко, чтобы не каждый день на них активничать, поэтому лучше сделать 40 страниц, сегодня сделайте 10, завтра 10, послезавтра 10 и так дальше, вот, поэтому делаем, сделали странички, дальше что мы с вами, создали почту, заходим в почту, да, ввели свой логин, ввели свой пароль, зашли, потом, видите, вот сверху, вот это я нахожусь в своей почте, вот сверху есть вкладочка, мой мир, я вот таким красным, видели, видите, там желтенькое такое, видно всем, ну, подайте обратную связь, слышно хоть меня, там есть почта, вот первая, я вот сейчас со стрелочкой показываю, видно или нет, сейчас, да, видно, да, этот курсорчик, я вот сейчас возьму курсорчик, сейчас я вам покажу, вот здесь, вот, кстати, видите, то, что я вам говорила, что вот эта вся контора, мой мир, одноклассники здесь, видите, тоже здесь можно с вашей почты сразу переходить на одноклассники, не надо отдельно там клацать, вот, поэтому вот вы сюда заходите в мой мир, и вы попадаете уже сразу в вот эту соцсеть мой мир, с вашей почты, можно на нее заходить и без входа в почту, но там все равно надо вводить, опять же, тот же ваш ящик и тот же пароль, все равно надо входить, поэтому можете как с почты, так и просто в этом самом, дальше, вы зашли, смотрите, более подробно, вот вы посмотрите, как создавать страничку, как там загрузить свою фотографию, вот, есть этот миллион уроков, я просто не буду это все повторять, вот, на вот этом сайте Анина, где я вам показала, по моему миру, также есть на моем вот этом зеленом сайте, тоже там у нас есть такой лидер, у нас Анна Мелина, она нам проводила вебинары, по моему миру, очень хорошо у нее там шли регистрации, сейчас я вам покажу, на каком сайте, то есть все, кто сделал заказ, вы получаете к нему доступ к этому сайту, и кто без заказа, вы тоже к нему получаете доступ, только не получаете доступ к закрытому разделу. Сейчас, 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 я вам просто сориентирую, потому что много этих сайтов, знаете, надо тоже себе заведить какой-то файлик такой, чтобы у вас там вы все контролировали, в том плане, чтобы вы могли быстро найти информацию, там, Анин сайт по работе, да, мой сайт вот этот по работе, вот, чтобы вы раз, открыли, ссылочку нажали, или скопировали, вставили в браузер и попали. Вот, смотрите, вот этот сайт для работы, который я создавала, и здесь есть, как работать в моем мире, вот эти вкладочки оранжевые, и там есть очень хорошее видео, там нам Аня очень подробно все рассказала, как работать в моем мире. Поэтому, сейчас, е-мое, найду. Так, уже час сидим, ну, еще немножко, я уже буду заканчивать, чтобы все-таки вам поподробнее все это преподнести, потому что я уже вот это все рассказываю, да, судя по вашим вопросам, по вашим звонкам, да, что кому непонятно, поэтому... Так, а там Марьяна уже... Итак, значит, сейчас будем заканчивать. Смотрите, то есть, и вы начинаете добавлять в друзья. Здесь можно добавить в друзья 25 человек, потом вам покажет лимит. Но здесь какая штука, что вы можете, да, с 10 страничек вы добавляете, по 25, то есть стараться в день, чтобы у вас, вы добавили в друзья 500 человек. Когда вы добавили 500 человек, тогда уже у вас, как минимум, одна регистрация будет. Ну, более подробно вы все-таки посмотрите по вот этим всем видео, по моему миру. Вот, кстати, примеры сообщений, что писать? Вот в среднем, видите, сообщения. Вот вы нажимаете еще сообщения, там еще куча сообщений вам откроется. Опять же, на этом Анином сайте. Вот эти все сообщения, которые надо слать человеку, да, который к вам добавился в друзья. Варианты. Так, дальше. Если человек сказал, да, да, я хочу узнать информацию, вы ему высылайте блог. Я вот так высылаю и приветствую вас, вы интересовались работой. Вся информация на начислениях, сути, работы по ссылке, ваша ссылка на ваш блог или сайт. И отпишитесь после заполнения заявки. Успешного дня, с уважением, Марина. Все, ничего сложного нет, отправили. Потом проводите регистрацию. И опять рекрутинг, опять идем искать людей. Делаем постоянно одно и то же. Прививка. Что может быть? Может заспамиться почта. Могут странички удалять или замораживать. Вот в моем мире замораживают на несколько дней, но потом вы вводите, опять же, у вас есть ваш телефон, вы вводите туда телефон, получаете код на телефон и ее опять размораживаете. В одноклассниках, если уже удаляют, то удаляют навсегда. В основном все остальные, можно восстановить странички. К этому надо просто нормально, спокойно относиться. И все. Это часть нашей работы. Потому что если бы было все очень просто, если бы всем все разрешали, то здесь бы уже, конечно, были все миллионерами. Поэтому вот так, уже я заканчиваю, потому что там Марьяна должна была быть планеркой, я так и не поняла, сегодня или вчера она была. Тогда смотрите, какая вам фотография вот такую нашла в жизни, главный мотив. Если вы будете знать, ради чего вам это все делать, то тогда у вас все обязательно получится. Если вы еще сомневаетесь, что вам делать, найдите ради чего, обучиться чему-то новому,